Сейчас Александр Лебзяк, главный тренер сборной России, вместе они выходят, Раик Амбарцумов и Василий Ломаченко. Ну что, Раик довольно спокоен, как я вижу, он находится сейчас буквально в метре от комментаторской позиции. Александр Борисович Лебзяк тоже спокоен. Рефери из Турции, как я понимаю, будет судить этот бой. Что, Василий Ломаченко перестал дарить соперникам флажки, я смотрю. На Олимпийских играх он это делал перед каждым боем, и, кстати, с Селимовым там у них возник небольшой конфликт на этой почве, потому что Селимов флажок брать отказался. Но это очень серьезный экзамен для Раика Амбарцумова, и если он сдаст его... ...то я думаю, что велики шансы, что он сможет закрепиться в сборной. Так, теперь наши дарят. Теперь российская сборная решила подарок ответный Василию Ломаченко сделать, преподнести ему вымпел. Ну что же, первый финал. Для российской сборной сегодня. И самый, я думаю, что сложный. Пока присматриваются они друг к другу. Ломаченко здесь не в такой феноменальной форме, как на Олимпийских играх. Там он в финале француза Хидалфид Джелхира просто снес с ринга. Победил досрочно в первом раунде. Ну, естественно, что на пик формы несколько раз по ходу сезона просто элементарно трудно выходить. У Ломаченко, насколько я знаю, были уже приглашения перейти в профессионала. Пока он решил остаться в любителях. Что касается Амбарцумова, как и всей нашей команды, то, как сказал Александр Лебзяк, перед стартом чемпионата Европы уже мы начинаем готовиться к Олимпийским играм в Лондоне. Вот мы смотрим сейчас, каков резерв российской сборной. Раскачиваясь идет вперед Василий Ломаченко, но без ударов. Раик пока спокойно ведет этот бой. Сейчас атака Ломаченко достигла успеха. Но против него очень непросто. То он левша, но он еще и по ходу может менять стойку. Чуть более, как мне кажется, инициативным нужно быть. А Раику нужно самому поддавливать соперника и не давать Ломаченко. Разворачивает бой в его сторону. Но даже если здесь будет серебро, это, конечно, не будет трагедии, потому что все-таки уж очень грозен соперник. Отдадим ему должное. Василий Ломаченко тренирует его отец. Вот он как раз сейчас был на наших экранах. Музыка играет в перерыве между раундами, поэтому я, честно говоря, не слышу, что Александр Лебзяк говорит. Нашему боксеру. Но пока неспокойно. В рефере что-то тут придумывает. Но у каждого свой стиль. Обязательно нужно ему отогнать в угол. Райка Мбарцумов из Пятигорска. Кстати говоря, это второй уже боксер в нашей команде. Представляющий этот город. И Давид Айропетян после того, как Райка Мбарцумов выиграл чемпионат России, Давид Айропетян, участник Олимпийских игр, чемпион Европы, приехал встречать своего партнера и земляка в аэропорт Минеральных Вод. Левый боковой просили бить тренера Василия Ломаченко. И, исходя из этого, я делаю вывод, что Ломаченко будет делать шаг влево для того, чтобы этот удар провести. Вот тут Айропетян Барцумову нужно его ловить на этом шаге. Наоборот, заходить ему за переднюю ногу. Отлично. Отлично. Почему-то удар не засчитали. Мбарцумов попал правым боковым. Авторитет Ломаченко, конечно, давит на судей. Понятно, что олимпийский чемпион был фаворитом этого турнира. Ну и если он просто так его покинет, то, конечно, к судьям будут вопросы. Хотя, как я уже сказал, Ломаченко не в оптимальной форме, во всяком случае, в полуфинале выглядел не очень хорошо. Выиграл у Хишама Зиути всего лишь одно очко. А вот до этого бил соперников, что называется, уверенно и беспощадно. 10-0 с Вадимиром Никифоровым из Эстонии и 10-2 с Дэвидом Оливером Джойсом Ирванцем. Амбарцумов победил Александру Олесио Дисавино. Итальянцы 4-1. Мирсу Ахмети из Хорватии 13-0. И шведа Башира Хасана в полуфинале 9-2. 4-1 пользовал Маченко. Пока бой идет под его диктовку. И я не думаю, что это удивительно. И сюрпризом, конечно, для нас это быть не должно. На отходах очень быстро включает руки Василия Ломаченко. Пожалуй, из всех, кого я видел на Олимпийских играх и здесь, на этом турнире, он делает это лучше всего. Он не просто отходит, он не просто выходит из атаки. Он и выходит из нее с ударом. Это очень важно. Это очень важно, потому что этот удар очень хорошо виден суде. Попробовать может по корпусу Арейко. Что-то надо придумывать. Не надо вторым номером работать. Вот эти бить, мне кажется, нужно чаще. Перчатку. Это не прошел удар. Вот смотрите, видите, на выходе Ломаченко бьет. Сейчас не попал. А вот сейчас уже попал. Ну что, решил Рейк попробовать в открытом бою. Посмотрим. Гораздо меньше ударов он наносит, гораздо меньше движений делает. Да, так просто и пассивно Олимпийского чемпиона не взять. Олимпийского предприятия. Не взять. Давай, давай. В, конечно же. Третий раунд заканчивается И пока не видно шансов Даже у Арейка Амбарцумова Как же выиграть этот бой Как даже выровнять его Василий Ломаченко С таким отсутствующим видом Выслушивает сейчас папу своего Такое впечатление, что они обсуждают Что-то вообще не связанное с боксом И с боем в частности Я думаю, что вот этой своей манерой Драться с улыбкой Он во многом и обеспечил себе Присвола Баркера Потому что до финала Ломаченко Даже не ходил в кандидатах на этот трофей Ну конечно, победа в нокаутах В первом раунде в финале Олимпийских игр Это понятно само по себе повод Но я думаю, что внешнее впечатление От его работы в ринге Тоже сказалось Ну что, минус 4 перед последним раундом И мне кажется, что может рискнуть Рай Камбарцумов Надо во всяком случае попробовать Попробовать найти ключик все-таки К Ломаченко Хотя это и очень трудно Помахал так рукой Перед носом буквально у соперника Ломаченко Вводя его в заблуждение Счет пока стоит тот же Залез в угол Сейчас Ломаченко Как бы подзывает к себе Мол, иди, иди, попробуй С ударами С ударами надо Райку это делать Не вот такими легкими, такими тычками Обозначающими скорее активность А действительно ударами Через корпус может быть Серию Александр Лебзяк Просят пробить своего подопечного Тот не может Совершенно не хочет Ломаченко выходить из угла Его полностью устраивает то, что происходит В здоровом смысле еще и наглый довольно боксер Так вот на ринге Все в локте, все в перчатке Сразу же, как только рефери остановил поединок Ломаченко посмотрел в свой угол Ну все Да, в этой весовой категории серебряная медаль Достается российской сборной Ну а Василий Ломаченко Становится и олимпийским чемпионом И чемпионом Европы В этой весовой категории Ну что же Тоже год действительно Под его знаком прошел Достанный Достанный Пиноват Ну, я думаю, что для Раика Амбарцумова серебряная медаль чемпионата Европы это тоже успех. В конце концов, опыта нужно набираться международного. Теперь, наверное, ему понятно, над чем работать. И самое главное, тренером нашей сборной ясно, что у нас в резерве в этой весовой категории.